Кинозвезда Вячеслав Тихонский наконец-то соизволил привезти мне мой телефон И полгода не прошло Я не специально, просто так вышел, с опозданием приехал Короче, что ты меня спросил? Говорю, как день съемочный прошел? Кстати, я вам представлю, оператора зовут Алексей Алексей, скажу день как прошел Ты знаешь, благодаря тебе было позитивно И того, что если бы ты не выручил меня с телефоном, ну дав свой, разрешил Я тебя вот это дергал с утра и просто офигеваю от того, что ты дождался У меня радости нет предела Я у соседа вытащил телефон И прибежал на съемку Сейчас я в гримерке Такая у нас гримерка Костюмеры Сейчас что-то будет со мной решать И можно сказать Я, наверное, позитивно чувствую себя Знаешь, вот этими днями переживания, нервами Того, что телефон вот этот пропал И работу, можно было бы работать Какие-то две недели, наверное, уже прошло Мучился Я На завтра есть еще подработка Я не знаю, тебе рассказывал или нет Наверное, не рассказывал Завтра будет еще подработка Ну, копейки платят Но Это то, что я очень сильно скучал Очень сильно хотел поучаствовать в каком-то проекте Короче, я в таком образе строителя Смотрите меня в кино Блин, позитивный вопрос Смотрите, друзья, с кем я сегодня снимался Но Работали, то есть работаем Да, смотрите чаще Его блог будет всегда хорошо Спасибо большое Пожалуйста Это мой сосед, который тоже строитель был Мы идем переодеваться, друзья Да Короче, мы идем переодеваться Гражданское теперь Отработали Грущиками Строительными Но есть еще там другие проекты Сегодня у меня вот такой список групп Она добавила Девочка Алла там зовут У меня аж сим-карта вставляется Выставляется с твоего телефона Я вот это мучаюсь Но Потому что нету телефона И Я просто Знаешь, атмосфера Мы снимали на этом На заводе Арсенал На Арсенале Вроде бы Короче, суть я хотел бы сказать Больше другого От того, что Выпадает объявление Когда я тебя вот это утром дернул Потому что хотел сначала посмотреть Что есть вообще по вакансиям Пока ты отдыхал Спал Я думаю, ладно Проснусь рано Стабилизировался наш сон После, кстати, турников Спасибо тебе И вообще, ребят Честно говоря Спасибо Алексею Потому что он меня От этих нервов Спасал Потому что Меня очень колбасило Я спросил его Есть ли вообще Почитать что-нибудь И знаете, что он мне дал У меня, кстати, вот лежат Это не подстава Это реально лишь от книги Я читаю Вот это я прочитал Ребята, всем привет Книги немножечко разнообразные И такие Специфические Просто дело в том, что У меня получается Бумажные книги Все остались дома И это, в принципе Был какой-то минимум Который был у меня в рюкзаке Со всеми бумагами Тетрадями, блокнотами Особенно про это Не надо спешить Да, и поэтому Когда у Слава украли телефон Говорит, что-нибудь почитать Я думал, что Действительно бумажных книг У меня с собой нет Потом поискал в рюкзаке И нашлось несколько экземпляров Это я был Этой осенью Ну, 19-го года Получается на фестивале Белисобом, по-моему, назывался Грузинский И там была У него даже автограф есть Прикиньте Да Я столько книги читаю Но, чтобы мне кто-то автограф оставил От автора С самого автора Кстати Я не знаю Но Если почитать эту книгу Это не реклама, кстати Книги Я никогда не рекламировал книги Но, если что Может, знакомые Обращайтесь Тут Такая порнушка Вообще Зачетная Я Ну, понимаю Понятно У меня девушки нет Женщины нет Уже Шесть с лишним летом Может, семь А, я тебя перебил Да Да, я хотел вкратце Просто про книги рассказать А, расскажи А то я что-то Да не, ну как что Ты, в принципе Так как ты их прочитал Ты можешь больше рассказать Чем я По свежей памяти В общем, это все Что нашлось в моем рюкзаке Да Из каких-то Случайных течений Обстоятельств А это мне друг дал Почитать Да он Такой прям Фантичный Ты можешь другого Просить Сетевик Да, занимаюсь сетевиком Маркетингом Дал мне эту книгу Почитать Ну, я с наславил И пока посчитать Мне очень понравилось Роберт Киосаки Ну, это классика Для сетевиков Киосаки Я думаю, вы в курсе Богатый папа Бедный папа Там, что-то такое Он пишет Ну, просто Я вот эти названия Ну, мне понравилось Что он написал Про бизнес Я здесь В книге Нашел себя Честно Я реально в шоке В каких-то моментах Мне не хватало Такой книги Я хочу найти Я аудио Пытался брать У Алексея Телефон Я говорю Даня На ночь Послушать аудио Ну, в принципе Его был совет Алексея Когда-то Не мог я уснуть Я просто уже Две недели Такой В режиме Как правильно сказать Алексей Ну, что я не мог спать Сбился Ну, не знаю Бессонница Режим сбился Режим еще сбился Нервоз И Ты говорил Вот это Что Фу Говорил Что там Аудио Чтобы послушать И Типа Будет легче Засыпать Ну, я просто Как ты советовал Да как советовал Просто большинство Аудиокниг Там Они в хорошей озвучке В принципе Частенько Голос диктора Монотонный Достаточно Поэтому Они убаюкивают Ну, как бы На раз-два В принципе Если, например Перед сном их поставить Ну, мне, по крайней мере Частенько Хорошая аудиокнига Ну, качественно озвученная Вырубала просто На ура Поэтому Говорю Слав Ну, найди там Не знаю Раз ты прочитал Кийосаки Книгу Да, вот эту То Найди Богатый папа Бедный папа Это, в принципе Классика Включи ее в аудиоварианте Ну, перед сном И поспишь Может быть Ну, вот Ну, мне помогло Немного Поспал По Кийосаки Вырубала Ну, конечно У меня было Два дня Мы ходим Видели Видео На спорт С Алексеем У меня На турники Потянул Может он Добавит Что-то Про турники Как я поперся Туда Сначала Программу Он скидывал Мне Расскажи Честно говоря Ну, я не знаю Что именно Рассказать Что ты Именно Именно Имеешь ввиду И что ты Сам хочешь Рассказать Ну, короче Когда у меня Был телефон Алексей Спрашивает А, ты мечтал Что ты долго Не мог Начать Да Я не мог Получается Евгений Там Парфенов Женя Привет Говорит Когда Ты Будешь Спортом Заниматься Ну Так вот Посыл Добра А я же такой Да, да, да Пытаюсь Настроиться Туда-сюда Поделился С Алексеем Алексей Тут Проходит Время И понимаю Что Надо Заниматься Он Пойдешь Со мной А потом Говорит В один Миг Как раз Телефон Пропал Он Говорит А пошли Тут Рядом Турники Есть Блин Я думаю Что Будет Делать Но Я не могу Что-то Нервоз Успокоить Сюда Я позвонил Брал Телефон Его Алексея Я думаю Ну Позвоню Туда Позвоню Туда Не получается Короче Ладно Пойду С ним На турники А говорит То Прямо Возле Дома Есть Мы Начали Ходить Три Недели Ну Что Собираемся Друзья Становимся С бомжаем И Миллионером И Спортсменом Я Не Уверен Но Недели Уже Полторы Я Хожу Со Своим Соседом Оператором Заниматься Спортом Ну Стараюсь Каждый раз Делать Свой шаг В виде Спорта Не только Кулинария Конечно Смартфон Мы не достали Но Будем Бороться Хотя бы Через силу Давай Давай Больше упорства Все Надо повисеть Да Не Не знаю По Программе Сейчас Своя Программа Помаши Вот этими Штуками Они Светятся Классно Да Займемся Спортом Мы В 9 Где-то Выходим В 8 9 Да Чтобы не Жарко Завтра У нас Кстати Тоже По Программе Должно Быть Нет Завтра Воскресенье В понедельник А В понедельник Да Завтра Как раз Съемка Должна Ну Слава Бог Хоть В понедельник Сочился Или Сочок Короче Вы поняли Сочок Сочканул Кстати Вот еще одна книга Которая мне очень понравилась Но я прочитал Всего лишь Еще 75 страниц Но сейчас Пытаюсь Режим свой сна Не сбиться То я читаю Там 20 страниц И пытаюсь Переварить Потому что Эта книга Нейронный скачок Очень Есть О чем подумать Тоже Это равносильно Если брать Эту книгу И бизнес 21 века Тут про бизнес Говорится А тут Именно Мышление 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 Короче Вы поняли Полуслова Поняли Я извиняюсь Но просто У меня такой Жаргон Стал И Алексей Мне кстати Говорит Я 6 лет назад Был Совсем Или 7 лет Назад Совсем Другим Человеком Чем Сейчас Стал От Всяких Переживаний В жизни Меня Чуть Чуть Понесло И Наверное Правда Я Что-то Начал Как-то Так Но Вот Эта книга Чуть Меня Раскрывает Мои Ошибки Мышления Мышления Мысли Короче Я Думаю Дочитаю И Как-то Поправится Ну и Про бизнес Надо Богатый Папа Достать Аудио Прикольно Слушать Но Когда читаешь Тоже Улавлюсь Параллельно Я Кажется Че-то Забыл Или Не Забыл Не Знаю Хотел Поделиться Про Турники Рассказал Поделился А Про Вот Эти Мы Ж Ходили В Сильпо Ребята Вы Не Поверите Мы Снимали С Алексеем Вы Видели Уже Сюжет О Том Что Вот Этот Чек Где Я Подработал Заплатили Вот Так У Меня Просто Было Две Одна Вот Осталась И Что Вы Думаете Не Просто Так Скупиться В Сильпо Оказывается Просто Вы Должны Набрать На такую Сумму Где-то 100 гривен А еще Параллельно Вы Должны Собрать Лишние 15 гривен 20 Может 50 Гривен И Тогда Вы Можете Скупиться На Вот Эту Дополнительную Сумму А в чем Подвох Алексей Ты Помнишь Подвох В том Что Если Даже Меньше Скупишься Вы Ничего Не Получите Вы Должны Доплатить Вообще Архи Нет Короче Друзья Мы идем Магазин Хочу Поделиться Тем Что Это Было В Сторис В Инстаграме Благодаря Алексею Теперь Вы Знаете Имя Оператора Имя Зовут Алексей Если Вы Имя Зовут Алексей Оператора Зовут Алексей Вот Оператор Вырвался Короче Друзья Я ходил На подработку Типа Соцопрос По сигаретам Мы пообещали 350 гривен Будет Часть Вот Такое Смотрите Что Они Дали Они Дали Сертификаты И Сейчас Мы Пришли К Магазину К Сильбо И Будем Толковать Сертификат Не Не Толковать Продавать Людям Просто Скупиться На них Попытаемся Потому что У меня денег Нет Вообще На Еду То Я Пытаюсь Как-то Выкрутиться Обещали 350 гривен А Кстати Часть Пополнения Интернета И Всякое Такое Потому что Я Сим Карты Переставляю У Алексея Пользуюсь Иногда Телефон Вот И Напряг Его А может Не Напряг Мы Вообще Шли Спортом Заниматься Видите Мы Ходим На Перчаточки Это Его У меня Подобные Лежали В рюкзаке Мы Просто Ходим На Турники А Вы Предыдущее Видео Видели А Ты Сохранил То Видео Что Мы Снимали Ну Оно В Инстаграме Есть Нет Где Мы На Турники Как В Инстаграме Другое А Какое Еще А Мы Потом Еще Снимали Да Ну Не знаю Если Снимали Значит Есть Ладно Пошли Мы Короче Друзья Потому Что Сейчас Будет Капать Дождь Элитный Квартал Но Пришлось Нам Сюда Пешком Шуровать 19 минут Мы Еще Локацию Перепутали Вернее Я Все Пошли Прошли 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 Просто Это Как На Сумму 100 Гривен Мы Можем Расчитаться Вот Эти Писки Достать Эти Карточки Можем Попробовать Добавить 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 Значит Мне нужно Брать Продукты На Столик И Пошел На Кап Какой Парк Сигареты О Вот Сигареты Добавить Добавить обалдеть секрет и можно купить оборота любой товар пошли скупим кокаина помнишь масло мы украли полвечера вижу масло 23 и такой перед кассой такой думает что за фигня я взял два помидора блин снигерс а вот еще не доел снигерс там водичку по-моему взял и все два помидора масло снигерс и какого-то черта выходит честь 15 гривен представляете ребята 215 это чудо фигня как мы выбирали максово ты можешь сказать мы выбирали ты не знаю вцепился в него аре хочу хочу короче в общем ребят масло кого стопленое топленое масло и так полнота всегда дорого ну то есть дороже чем какой-нибудь там обычный сливочный я его никогда не покупал я просто подумал короче просто была симпатичная коробка на баночке вот на славе понравился очень захотел ее взять это гипноз наш маркетинга когда ты идешь за хлебом и ты нагреваешь еще параллельно все кофе я хочу купить позитивно я просто я просто смеялся и памяти осталось короче ценник смотрит ну чем мы смотрим очень элитная по ходу чистка будет у него 100 с лишним а че это были продукты так дорого вышли то же самое как и у меня с маслом короче если вкратце смотрю такая какая-то стоит тоненькая щетка ну жесткая как раз думаю для обуви но думаю сам раз купить там просто рядом стояли все где там колгейт и там прочее какие-то такие все такие цветные большие мускулистые и прочее и это такая тоненькая но она без было бесценника я думаю ну блин не может же какая-то такая не знаю маленькая неприметная худая китайская щетка стоит там полмиллиона в любом случае она не будет дороже чем эти стоят думаю ну думаю ладно хорошо на кассе смотрю думаю что это как-то до хрена мне выходит ну ладно дома разберусь посмотрю по чеку посмотрел в общем да там почти почти 100 гривен китайская щетка вышла вот поэтому ребята не все китайская до стоит 250 и все то что как майонезной банки макс пакта простое масло короче стоит то масло где-то 150 гривен в общем зато терем есть лакшери китайская щетка мои кроссы просто будут счастливы понятно можно использовать старые уже но потом будет часть короче ладно надо все таки завязывать с этим богом короче друзья зашли там стаканчики стаканчики я думал надо пить там просто сильнее сильнее он сейчас пломбой антисептики есть сразу здесь и пошел лизаться с телочкой я вообще первый раз такое вижу решил поделиться то что нас кормят на съемках каким блюдом позитивно я кстати только завтракал не обедал ой спасибо ложку я дал не салфетки я нагреб ложе короче я покажу как выглядит мой обед вышел друзья вот я хлеба нагреб себе конечно по душе сейчас легкий дождик моросит но ничего страшного тут как лето по ходу не знаю рыбное или обычное куриное пюре это солянка кто знает нам инструктаж выбрасывать надо не мусорки вот эти специальные у нас отведенные там все обедают короче солянка я думаю что это вкусное что-то ну и хлеб и с перцем нагреб всем приятного аппетита друзья пока мы снимаем видите вот это прикол том что оказывается оператор который вот сзади камера это мой сосед прикиньте просто в шоке где-то прикольно приятно было у меня в доме получается очень клёвые соседи обычно типа студенты на сюжету я нормальный я нормальная температура нормально прикол я считаю надо везде поставить такие приборы вы посмотрели полноценный бог поделились мы эмоциями рассказали что за две недели суеты какой-то происходило поделились с вами я очень благодарен что вы смотрите и до конца досматривать я очень буду благодарен и еще с подметкой такой что я сейчас пытаюсь везде просить помощи когда надо сказать проще поддержки ваши по поводу смартфона я реально пытаюсь показать вам что я не лентяй я пытаюсь идти к мечте к цели я очень буду благодарен есть в описании номер карты если есть у вас возможность ну если нет я пойму сейчас ситуация у нас такая дурная и буду благодарен если вы поможете собрать я смотрел смартфон который я говорил 2600 или 2700 ну короче округлю чтобы понять не был реал какой-то там c2 он стоит до 3000 если единственное там если наличие будет ну неважно вообще более оптимальный телефон чтобы снимать блоги чтобы снимать репортажи сейчас вот если вы из украины даже может с снг друзья вы видели у нас в украине в киеве происходит сейчас политический ажиотаж очень серьезный потому что на носу у нас выборы я был очень был бы благодарен вообще без смартфона я не могу не бог снять не снять репортаж вы можете посмотреть мою бывшую ксиву как журналиста и форма агентства правда где в инстаграме я повесил убедиться того что да я кем-то стараюсь работать не лентяй не бездельник ну и благодарен конечно еще и вам кто поддерживает вообще кто-то уже поддерживал я пытался отложить но потом тупик стал не заработать на еду не вообще ничего честно говоря я его алексей уже позачал 200 гривен и сильно подработал ну заработал 300 купил что там есть еды хлеба они чтобы как-то сэкономить супа сварить потому что я то покупаю готовлю то не покупали вот у меня время там 30 с лишним ну тоже человеку решил отдать долг потому что знаете поговорка долги платежом крас красит долг платежом красть или что-то такое ну короче кто знает философию поговорок то такое а если я перед вами должен то единственное то поделиться эмоциями позитива мотивации вы поддерживаете меня я рассказываю чтобы не сломаться но ваша поддержка это очень важно и больше нечего уже рассказать верно наверно уже будем отдыхать потому что завтра мне все-таки надо поспать еще попросить у алексея помониторить на всякий случай на послезавтра потому что завтра воскресенье а вы уже смотрите воскресенье ролик то мне надо по любому на понедельник потому что понедельник алексей уйдет на работу и мне надо что-то делать как-то шевелиться потому что сейчас очень большая беда если я не я конечно вряд ли за четыре дня на эту способ и надеюсь на какой-то кастинг роль чтобы оплачивать аренду комнаты понятно из-за вот этого фос-мажора который реально большой фос-мажор тоже произошел я не смогу может оплатить комнату ну вы знаете что можете отправить по номер карте как на телефон как на комнату это решение ваш но я буду было до короче друзья всем спасибо что посмотрели этот влог и постараемся в следующих выходных а может пораньше снять еще раз надеюсь с вашей поддержкой подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии спасибо вам спасибо алексею моему оператору который поддерживает хотя бы через его телефон с вами иметь связь подписывайтесь ставьте колокольчик лайки заходите в инстаграм смотрите мои stories я врываюсь и рассказывать правду в этот мир свои эмоции кстати я не бухаю чтобы другие не думали плохого а заниматься спорта чуть-чуть руки окрепли все будет хорошо